здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня сделаем такой быстрый обзор рынка основные инструменты как всегда фондовые индексы товар на сырьевой рынок металл нефть газ валютный рынок криптовалютный рынок что у нас фундаментально произошло за последние несколько дней вчера у нас были публикованы данные по вп сша все-таки подтвердился рост в три процента пока расессии как видим нету с одной стороны можно сказать что это влияет на понижение ставок что не так сильно будут понижать с другой стороны в принципе инвесторы уверены сильной экономики дальше покупают акции фондовые индексы растут я бы еще обратил внимание на криптовалюты вот я ранее рассказывал и показывал два варианта что у нас принципе как вариант коррекция уже вся закончилась и мы будем только расти покрыть по криптовалюте второй вариант что мы еще какие-то минимумы локальные покажем и только потом поэтому я сейчас мы активно с ребятами в закрытом канале с учениками покупаем некоторые монеты принципе там есть хороший рост мы эфир очень хорошо закупили на минимумах докупились посмотрим там ну и другие монеты аналогично лоткоин в принципе неплохо и так далее но давайте конкретно графика также напомню сегодня будут данные по по инфляции в сша ожидается небольшой рост но если вы посмотрите в годовом числении получается сейчас посмотрим сколько там у нас утром смотрел ожидается в годовом 2 и 7 прошлый раз было 2 и 6 за месяц 0 2 процента как и был ожидается посмотрим если все таки чуть инфляция ниже уйдет то это будет там говорить скажем про понижение ставок более агрессивным да если конечно все таки выйдет выше и если совсем выше ожиданий 2 и 7 или месячных 002 то конечно рыночки подкорректируются и так фондовый индексы сша 500 я дальше вижу и рассматриваю лонг вот у нас локальное поджатие есть давайте чуть увеличим график пока мы в этом поджатии находимся и выше уровня 5720 я за покупки поэтому кто ранее покупал удерживаем кто не покупала я бы дальше советовал рассматривать покупки на что здесь максим может произойти ближайшее время если не пойдет с текущих это какая-то коррекция более глубокая на подобие как было у нас скажем на в начале сентября да вот в принципе был хороший рост а потом скорректировались только потом начали расти вот как-то вот так по s&p пока за рост ничего нового добавить не могу nasdaq в принципе тоже самое у нас ключевой уровень поддержки остается 20000 условно говоря вот этот уровень да там чуть ниже ну закруглим до 20000 пока мы выше данного уровня я бы покупал кто ранее покупал вот здесь удерживаем кто нет можно я думаю дальше покупать конечно это все у движение но тренд из you friend как говорят это что касается nasdaq и snp пока пока за рост нам дальше перейдем к рынку рынку металлов золото золото у нас в сильном тренде как видим причина роста металлов на текущий момент тот золото серебро это фундаментальной точки зрения это понижение ставок 0 5 процентов это второй момент это символы в китае которые пошли до в начале недели мы знаем что китай достаточно такие денежки пообещал влить в рынке в разные сегменты китайский фондовый индекс рванул очень сильно потому что там был достаточно такой ну он является мощный тренд вниз но пошла пошла коррекция вверх достаточно сильная какие-то великолепный рост были там точки входа да ну я скажем последнее время не смотрел китайский индекс поэтому металла я думаю дальше будут расти но если говорить по точкам входа сейчас очень сложно я даже вчера говорил что в принципе локально можно покупать и мы локально вчера показали рост он локальный такой интердей рост и сейчас сказать что какие-то новые точки сложно лучше если мы там про торгуемся и будет понятно потому что можно попасть на любую коррекцию пока я вижу рост выше 2 650 условно но это все в моменте я думаю вы понимаете что есть два вида скажем есть больше видов точек ухода это с накопления хорошего да когда есть накопление это энергия и с него может быть хорошее движение есть просто по тренду с локального да поэтому это имейте ввиду покупки но очень аккуратные серебро как видим вчера я уже говорил о покупках мы локально тоже вчера показали рост и дальше в принципе я за рост по серебру у нас сейчас ключевой локальный уровень 3950 вот посмотрим я бы выше него покупал максимум что здесь может произойти какая-то более глубокая коррекция и дальше уже смотреть по факту что и как но я бы здесь скажем со стоп лоссами работал потому что любой момент может начаться какая-то глубокая коррекция вот как по примеру вот здесь на недельку две или вот здесь или даже вот вот пример поэтому такие точки входа вот я сейчас скажем такое делаю как бы на ежедневный обзор рынка и говорю что есть рискованные точки входа есть какие-то более надежные дальше по нефти марки бренд я пока вне рынка нахожусь возможно у нас как я уже вчера говорил вот это локальный рост закончился и дальше мы будем сильно падать в принципе это подтверждается с коррекции уже со следующей недели возможно я буду искать дальше точки входа на шорт ну пока не трогаю серебро натуральный газ экспирация произошла пока я уже сюда не лезу то есть почему вот вот здесь было накопление то есть мы его расторговали последний месяц я говорил только о покупках мы отработали сейчас стоит ли покупать дальше по тренду ну сложно сказать потому что можно пробовать с локальными какими-то стоп лоссами но очень аккуратно вот локальный уровень поддержки у нас получается но я бы уже это не торговал вот вчерашний минимум 270 от выше него покупки да с коротким очень стоп лоссом там 5 скажем 5 10 центов дальше ну перейдем к валютному рынку валютный рынок я в принципе дальше за ослабление доллара но как-то видим возможность сегодня определиться по индекс доллара по евро после данных по инфляции все-таки мы дальше идет на ослабление доллар или ломает вот эту всю тенденцию потому что евро вот на таком пределе торгуются вчера снова там практически тестировал 112 индекс доллара тоже падал и снова там чуть-чуть откупает придавливают поэтому индекс доллара пока мы ниже 100 и 7 я за short секущих стоп лосса за вот эти шпильки я бы ставил если мы их ломаем то возможно здесь какая-то более сложная коррекция будут происходить евро доллар аналогично вот я сам нахожусь покупках по евро доллару мы на этой неделе тестировали день 12 локально в принципе все неплохо идет а вот среднесрочно что сейчас происходит ломается ли это вся конструкция или нет сегодня данные по инфляции покажут то есть пока я бы покупал с расчетом тест 112 и пробоя его в ближайшее время так фунт доллар фунт доллар вчера говорил о возможных рискованных покупках выше уровня 13310 мы в принципе вчера показали новые локальные минимальные максимумы обновили предыдущий день то есть среды то есть отработалась на текущий момент то же самое как и по евро я в принципе за лонг пока мы выше вот этого уровня 13310 но на текущий момент вопрос остается открытым они хотят ломать эту тенденцию на коррекцию или нет если мы все-таки сегодня по фунту и по евро после выхода данных по инфляции если мы по фунту продавливаем вот эту поддержку то возможно у нас коррекция такая затянется и где-то в район 130 то есть это уже будет понятно по закрытию дня из понедельника мы будем делать новый обзор что касается других инструментов допустим доллар франк очень интересный мне на шорт кто торгует эту пару тоже ее шортим очень мощное накопление мы практически ровно месяц накапливаем и мы должны по идее сегодня были там уже с понедельника начать падать сильно и здесь можно взять движение на я думаю как минимум 200 пунктов вот у нас предыдущая волна была восемьдесят семь с половиной на восемьдесят четыре ну даже 200 300 пунктов снижения конечно если не будут ломать сопротивление в районе 0 85 20 0 85 40 показа шорт по по швейцарскому франку то есть даже вчера точнее позавчера лифт нет вчера понизили ставку на 0 25 это было ожидаемо но доллар франк не ушел наверх удержал верхнюю границу и скорее всего дальше он будет падать и так что касается рынка криптовалют вчера говорил спекулятивно покупать bitcoin у нас ключевой уровень 62 500 кто купил я бы посоветовал так поддержать эту покупку я давайте в двух словах что я глобально глобально то есть есть два два сценария первый сценарий то есть у нас вот это движение тренд импульс вот эта коррекция большая которая длится уже более полугода она первый вариант закончилась и мы улетаем на 80 на 100 тысяч там с копейками то есть до до нового года это первый сценарий второй сценарий это то что у нас биткойн еще не готов расти он еще локальный минимум в районе 50 тысяч плюс минут будут показывать такой сценарий я не исключаю посмотрим что и как будет по фондовым индексом но кто купил в принципе я бы удерживал и дальше искал новые точки входа на покупку если будут выносить дальше перезаходить это основные такие два сценария но есть конечно альтернатива прям что bitcoin больше никогда не покажет новые максимумы и вот этот потолок который был в районе 73 700 это был потолок и сейчас идет какой-то рост финальный и мы дальше сильно падать такой вариант возможен но он пока как альтернатива пока я по биткоину заланги мы очень активно покупаем эфир вот эфир можно кто ранее не покупал я бы его я в принципе вчера советовал покупать у нас по эфиру тоже самое смотрите у нас тренд вот этот спрос точнее с 23 года там 22 вот этот тренд сильная коррекция очень мощная вот вам еще показывает почему нужно не жадничать фиксироваться у нас по эфиру был максимум весной 4000 сейчас у нас был минимум 2000 то есть 50 процентов всегда нужно фиксировать и я как вариант думаю что у нас коррекция полностью закончилась хотя не исключаю новые минимумы у нас здесь такое двойное дно и мы с ребятами покупали эфир в районе 2 300 и сейчас покупаем и в принципе вы тоже можете сейчас покупать с целью среднесрочной 4000 и выше то есть эфир я думаю стоит покупать это достаточно сильная монета но и по другим монетам в принципе картина аналогичная возможно на выходных или с понедельника сделаю еще там разбор полностью по криптовалютам ну пока вот так то есть я посмотрел вот кто смотрел эфир я где-то месяц назад записывал и советовал покупать такие монеты как дочь смотрите здесь была моделька он чуть чуть затянулся и начался уже рост то есть выше десяти десяти центов то есть мы уже 20 процентов с копейками показываем роста и еще советовал шиба шиба покупать смотрите просто великолепные то есть это мы практически с условно с этого уровня показали ну процентов 30-40 роста и здесь если вот это все было коррекция то мы можем показать очень сильный рост конечно я прям не надеюсь на эти все монетки я бы лучше работал скажем там биток эфир арбитрума тот же арбитрум допустим есть интересный тоже момент здесь с покупками конечно очень сильный проект монета но вот так убили во второй половине этого года точнее не во второй весь 20 ну да с марта можно так сказать его убили потому что сначала зимой точнее там декабрь и январь и он рос а потом слили я бы здесь тоже его от купал то есть потенциал очень хороший по этой монете все пока все до следующего обзора пишите свои вопросы в комментариях пока